Перед началом командного первенства России по фехтованию на Рапире среди кадетов практически ни у кого не было сомнений в том, что мужская сборная Курской области будет на пьедестале. Но на этапе 1-4 фехтовальщики из Самары внесли коррективы в эти прогнозы. В последнем бою командного поединка встречались финалисты личного первенства Антон Бородачев и Владислав Мыльников. Самарчанин был запредельно настроен и одержал реванш. Я был просто настроен победить и как бы у меня была за спиной команда, мне просто не подходило поражение. Я выложился по полному и постарался затащить. У меня получилось. Другим сюрпризом стало поражение первой сборной Санкт-Петербурга от второй команды из берегов Невы. Один из творцов неожиданной победы Владимир Веригин поделился с нами подробностями поединка. Как обычно принято, если ребята с одного клуба или с одного города, тренер не помогает им. То есть ни чьей-то вообще тренера не подходит. С нами тренера не было, а с ними сидел тренер одного из учеников. И они как бы, наверное, надеялись на ее поддержку и не получив ее, посыпались в какой-то момент. Там было видно, что у них другое фехтование уже идет. Сборная Самарской области в итоге стала первой, победив в финале москвичей. А вот вторая команда Санкт-Петербурга остановилась в шаге от медалей. Петербуржцы уступили в бою за третье место Башкортостану. Женская же сборная с берегов Невы тоже встретилась с командой из Башкирии, но уже в поединке за золото. Практически весь финал складывался не в пользу команды из Северной столицы. В предпоследнем бою сборная Башкортостана сделала замену. Петербурженка Елена Петрова воспользовалась этим и переломила ход встречи. На самом деле я очень сильно с самого начала встречи готовилась к бою с Магадеевой. И это был для меня шок, что поменяли. И я не ожидала этого, потому что на прошлых соревнованиях был очень тяжелый бой с Машей Багаевой. Но на этот раз, видимо, что-то я учла или мне повезло, наверное, не повезло. Я думаю, это удача. Третьими у девушек стала сборная Курского региона. 1 февраля начнется новый вид оружия. За звание победителя первенства России среди кадетов будут бороться шпажисты.